В праздничном митинге, состоявшемся в районном центре на Центральной площади, участвовали жители муниципалитета, представители профсоюзов и общественных организаций, трудовые коллективы, кадеты и учащиеся. Глава района Сергей Айбулатов обратился к жителям перед началом спортивного мероприятия. От всей души желаю вам в этот день хорошего праздничного настроения, как можно больше добрых и ясных дней в вашей жизни, чтобы радовали дети и близкие. А спортсменам, собравшимся сегодня на наш традиционный легкоатлетический пробег, желаю победы. С праздником! Продолжился первомайский праздник традиционным легкоатлетическим пробегом Европа-Азия. В пробеге приняли участие более 200 жителей и гостей района. Первыми взяли старт ветераны города, вооружившись палками для скандинавской ходьбы. Дистанцию 1,8 километра прошли волонтеры серебряного возраста. Это такой заряд для здоровья. Идешь, вроде бы задыхаешься. Немного, чуть-чуть повременишь, опять идешь. Это очень хороший заряд бодрости. Это очень-очень хорошо и полезно. Так что занимайтесь скандинавской ходьбой для здоровья, особенно в нашем возрасте. Вслед за ними соревновались дети. На дистанции 1,3 километра бежали юные легкоатлеты. Бежалось как-то среднее. Не тяжело, не легко. Но то, что это 1300 метров, нужно было бежать именно что быстро. Сразу со старта начать устремляться и на финише еще быстрее. Всего в рамках первомайской эстафеты было организовано три забега. Мужчины, женщины, юноши и девушек в разных возрастных категориях. Третьим забегом стала дистанция на 6 километров, в которую бежали спортсмены от 15 лет и старше. Все победители и призеры пробега награждены медалями, грамотами, а также призами от спонсоров. Верхнеуральское местное отделение партии «Единая Россия» учредило призы для самого юного участника и ветерана спорта. А также отдельно поздравили спортсмена, пересекшего границу Европы и Азии. Завершился спортивный праздник концертной программы в парке культуры и отдыха. Там же работала полевая кухня и торговые ряды. Интерактивная выставка «Верхнеуральск-Упеческий», посвященная юбилею города, была размещена на крыльце здания музея по улице Карла Либнихта. На главной площади района работал передвижной медицинский профилактический кабинет. Жителям в рамках диспансеризации предложили бесплатно пройти обследование, измерить артериальное давление, сдать кровь на сахар, холестерин, ВИЧ-инфекцию, гепатиты, пройти скрининговое обследование. Специалисты районной больницы отвечали на вопросы, провели беседы по здоровому образу жизни, физической активности, рациональному питанию и профилактике заболеваний. Продолжение следует...